В результате реорганизации отделения скорой помощи Малышевского и Ревтинского городского округа перейдут в подчинение Азбеста. В связи с этим, как у жителей поселков, так и у самих медиков, возникла масса вопросов. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Приказ о расширении зоны обслуживания станции скорой медицинской помощи города Азбеста был подписан 29 января. В срок до 1 апреля Малышевские и Ревтинские работники скорой помощи должны перейти в подчинение Азбестовской службы. Уведомления о сокращении фельдшера Ревтинской скорой уже получили, а вот с гарантиями трудоустройства возникло недопонимание. Мы бы, наверное, не стали поднимать весь этот кипиш, потому что мы просто побоялись оказаться на улице. Мы поехали в главную ручьевскую обслуживание. Соответственно, и нам тоже было сказано, что во всех наших сотрудниках он просто не является, у него нет финансирования на нас. У него есть свои сотрудники, которые будут иметь первую очередность. В какой ситуации окажется бригада Ревтинской скорой, мы попросили пояснить главного врача Азбестовской скорой помощи Алексея Степченко. Я разговаривал с главным врачом Малышева Султана Светланы Анатольевны, с главным врачом Ревтинского Усмановым Эльдаром Рахинжановичем. Они должны мне подать списки тех сотрудников, которых, так скажем, они не могут трудоустроить по каким-то причинам. Дальше мы будем здесь рассматривать, но одно могу пообещать, что действительно ни один сотрудник не останется за бортом. Чтобы прояснить ситуацию, в Ревтинской поликлинике состоялась встреча главы Ревтинского городского округа и депутатов законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева и Сергея Чепикова с медиками скорой помощи и представителями общественности. Глава Ревтинского городского округа Сергей Пшеницын заверил, что без работы медики не останутся. Как это отразится на тех людях, которые работают? Они здесь живут, семьи здесь, как пострадает ли заработная плата, как они будут работать. Вообще рабочее место – это очень важная и полезная ситуация. Чтобы был получен ответ, что на них в принципе никак это не повлияет. В то же время, по словам Алексея Степченко, ситуация с финансированием в результате реорганизации может измениться. У нас есть пять статей, которые защищены. Это зарплата, налоги, бензин, медикаменты, запчасти. На эти статьи нам деньги выделяют. Когда будет присоединение, здесь мы пока не можем сказать. Почему я сотрудникам, которые пришли с Рифта и с Малышевым, я сказал, что… Подождите немножко. Когда мы узнаем финансирование, в зависимости от этого финансирования будет верстаться штатное расписание, и можно будет с точностью сказать, в скольких сотрудниках мы будем нуждаться. Как пояснил главный врач от Бестовского отделения скорой помощи, финансирование службы рассчитывается в зависимости от числа жителей, застрахованных по программе обязательного медицинского страхования. В Рифтинском своя специфика. Здесь немалое число иностранных рабочих. И хотя они могут иметь колесы дополнительного медицинского страхования, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования их отчисления не идут. На Малышевое население около 11 тысяч. Застрахованы фактически 10 тысяч с лишним. У вас 16 с лишним населения, застрахованы 13. Неудобством для медиков обернется необходимость ездить на работу в Азбест. Ведь именно с Азбестовской станцией скорой помощи будет начинаться их рабочий день. Здесь будет происходить раскомандировка бригадами, досмотр водителей. Зато для самих жителей качество услуг скорой помощи могло бы измениться в лучшую сторону. Автомобили класса Б, то есть автомобиль, в котором можно делать реанимационные мероприятия, в котором может человека спасать, пока везут до больницы, в основном этих автомобилей у нас нет. Правильно, да, Владимир Владимирович? В Азбесте таких автомобилей сегодня 9. Не скажу, что все они используются, но они у них есть. В течение юрисдикции, если сегодня жителю Азбестовского понадобится срочная реанимационная помощь, при всем уважении к нам, не сможет Азбест эту машину отправить. Не их юрисдикция, это будет проблематика. А в данном случае, когда мы будем проводить местную помощь, все решает в секунду. Население заверили, что обе машины скорой помощи останутся в Ревтинском, а в случае необходимости сюда отправят и бригаду из Азбеста. Кроме того, с 1 апреля жители получат кабинет неотложной помощи, куда можно будет обращаться в течение дня и приемный покой в здании стационара. Какие плюсы у поселка? Теперь при поликлинике будет неотложная помощь, круглосуточный приемный покой, в котором будет амбулаторно приниматься, и еще скорая помощь. Разве этого мало? То есть уже вместо одной скорой будут выполняться уже три отделения. Я понимаю, может быть, недовольство сотрудников. То, что они не теряют рабочее место, а им нужно будет добираться до Азбеста, получать там все медикаменты, аппаратуру и возвращаться потом. Укрупнение станции скорой медицинской помощи происходит как в Свердловской области, так и во многих регионах России. Да и у Азбестовской скорой уже есть опыт работы в таких условиях. Еще не дожидаясь этого приказа, мы уже провели, так сказать, пилотный проект. На малыша всего одна машина. Мы не могли им, мы могли им не помогать, ничего. Но у них одна машина, например, уходила с поселка, и поселок оставался полностью без бригады, без помощи. Они тогда звонили нам, диспетчеру, диспетчер высылал туда машину для подстраховки, чтобы жители не страдали. Ситуацию с оказанием экстренной помощи в Малышевском и Ревтинском городских округах обещают отслеживать, и в случае необходимости местное отделение усилят дополнительной машиной. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости АТВ. Оказывается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова